Всем привет! Меня зовут Мария Мельник, и сегодня вас ждет практика йоги для начинающих. Данный комплекс идеально подходит для утренней практики. Мы выполним Удияна Банха. Я покажу, как эта практика выполняется. Удияна Банха – это означает вакуумное втягивание живота, то есть его мы знаем как вакуум. И помимо Удияна Банха, мы еще разучим Мула Банху. Это нижний энергетический замок, который нам нужно уметь делать, когда мы занимаемся йогой, когда мы выполняем практику. То есть, когда мы делаем упражнения какие-то, мы стараемся делать Мула Банху и легкую Удияна Банху. И сегодня мы разучим эти два замка. Эту практику вы можете выполнять утром, после пробуждения и в любом месте. И можете выполнить этот комплекс. По крайней мере, начать. Удияна Банху можно делать везде и практиковать ее всегда. Главное, чтобы у вас был пустой желудок и вы предварительно выпили немножечко воды. Если это раннее утро, вы только пробудились, вы смело можете выпивать стакан теплой воды, походить, позаниматься своими делами и потом приступить к выполнению этого комплекса. Удияна Банха способствует очищению организма. То есть, она нормализует обменные процессы в организме, что улучшает пищеварение и способствует очищению от того ненужного, что у нас тут может накопиться. Поэтому, очень рекомендуется эту практику выполнять совместно с практикой йоги. Итак, начинаем практику. Стопы ставим параллельно друг к другу, на ширине плеч, большие пальцы упираются в пол, остальные пальчики поднимаем, растопыриваем, стараемся опустить мизинцы, затем все остальные пальчики на пол. И мы чувствуем, как плотно стоят стопы на полу. Так мы выстраиваем тадасану. Тадасана – поза горы. То есть, это правильное вертикальное положение нашего тела. Чувствуем стопы на полу, подтягиваем коленные чашечки, подтягиваем живот, ягодицы. Круговыми движениями уводим плечи назад и вниз. Делаем грудь раскрытой, живот подтянутым, ягодицы подтянуты. Теперь мы сгибаем ноги немножко в коленях, уводим таз назад, одна рука на крестце, другая рука внизу живота, и мы делаем такое движение. Подворачиваем копчик во внутрь, выдвигаем таз вперед, подтягиваем мышцы промежности, живот и ягодицы. И вот у нас получилась мула-банха. Мула обозначает корень, мула-банха – это нижний энергетический замок, нижний корневой замок. Мула – такая чакра, мула-дхара – это самая первая чакра, и таким образом мы ее активизируем. Самая первая чакра, ее называют корень жизни, то есть она фундаментальная. Нам нужно ее обязательно балансировать для того, чтобы мы могли возвышать свою энергию вверх. Это наш фундамент и основа, поэтому мы делаем мула-банху. Еще раз. Согнули ноги в коленях, провернули таз назад, как бы одна рука на пояснице, другая внизу живота. Поднимаемся, копчик заворачиваем вовнутрь, поджимаем ягодицы, подтягиваем вниз живота, лобковую косточку вверх. И втягиваем мышцы промежности, втягиваем все, что можем втянуть. Стопы при этом мы можем поставить вместе. Особенно рекомендуется стопы ставить вместе после родов, когда вы начинаете возвращаться в практику. Не ранее, чем через 40 дней после родов. Постепенно мы возвращаемся в практику, стопы ставим вместе. И эти упражнения делаем, когда стопы стоят вместе. При этом также мы чувствуем опору в ногах, подтягиваем коленные чашечки, живот, ягодицы круговыми движениями. Мы ввели плечи назад и вниз. Сделали мула-банху. Сделали глубокий вдох. Поднимаем руки вверх. Вытягиваемся вверх. Живот подтянут, коленные чашечки подтянуты, ягодицы подтянуты. Поднимаемся на носочки, поднимаем пятки вверх. С удовольствием вытянулись. Глубокий вдох, выдох. Пятки вниз, руки через стороны. Опускаем вниз. Разводим стопы на ширину плеч. Делаем вдох. Руки вверх. Пятки вверх. Встаем на носочки. Так легче удерживать баланс, когда мы развели стопы пошире. Выдох. Опускаем пятки вниз, руки опускаем вниз. И теперь готовимся выполнить у Диана-банху вакуумное втягивание живота. Мы делаем глубокий вдох. Я сейчас расскажу саму технику. Мы делаем вдох глубокий через нос. Выдох полностью через рот. Вот так можно сделать даже до выдоха. Выдохнули полностью. И теперь нам нужно сделать задержку дыхания. При этом мы руки положили на колени. И у нас появилась опора в руках. Ноги согнуты. Сидим как будто бы на стульчике на высоком. И так делаем вдох. Глубокий через нос. Выдох полностью через рот. Задержка. И на этой задержке мы как будто бы хотим сделать вдох. Но мы его не делаем, потому что мы задержали дыхание. Мы не можем сделать вдох. Но когда мы делаем как будто бы вдох, у нас втягивается, всасывается живот. И вот эта вот выемка в горле тоже втягивается. Таким образом. Вдох через нос. Выдох полностью через рот. Задержка. Отталкиваемся руками о колени. Делаем как бы вдох. И всасываем живот в себя. Пупок как будто бы у нас стремится вовнутрь. И стремится под ребра. Сейчас я покажу. Вдох. Выдох через нос. Когда мы, когда задержка дыхания закончилась, мы сначала расслабили живот, отпустили мышцы живота. И потом только мы начинаем дышать. Сделали вдох и выдох. Успокоили дыхание снова. Вдох. Выдох полностью. На задержке всасываем в себя живот. И не поднимаемся. Руки лежат на коленях. Облокотились на коленях. И подтягиваем в себя мышцы промежности и ягодицы. Помним, если вы только начинаете приступать к этой практике, и после родов прошло мало времени, мы не разводим стопы параллельно друг к другу на ширину плеч. Стопы стоят вместе. И мы, когда удерживаем у Диана банку, мы втягиваем в себя таз прям втянули. Это способствует тому, чтобы таз закрылся. Если во время беременности мы раскрываем таз, чтобы освободить путь для нашего ребенка, то после этого, после родов нам нужно закрыть таз. Эти упражнения очень хорошо помогают и сбалансировать нижнюю чакру, и закрыть таз. И вообще начать жить более осознанной и гармоничной жизнью. Сделаем еще три раза. Делаем вдох. Глубокий через нос. Выдох полностью через рот. Выдохнули полностью. Задержка дыхания. И на задержке втягиваем живот. Расслабили живот и спокойно сделали вдох. Поднимаемся на вдохе. И выдох. Полностью выдохнули. Восстанавливаем спокойное дыхание и продолжаем. Вдох. Глубокий вдох через нос. Выдох полностью через рот. На выдохе, на задержке дыхания мы подтягиваем живот, делаем вакуум. У Диана Бандха. Лицо при этом мы расслабляем. Оно мягкое. Никакого напряжения в лице нет. Сначала отпустили мышцы с живота, расслабили живот полностью. Медленно поднимаемся, делаем вдох. И спокойный выдох. Еще раз. Вдох. Руки через стороны поднимаем вверх. На носочки вверх. Пятки вверх. Выдох. Пятки вниз. Сгибаем ноги в коленях. Уходим в наклон. Округляем спину. И круглой спиной опускаемся вниз. Делаем вдох. И на выдохе круглой спиной поднимаемся вверх. Отталкиваясь ногами от пола, поднимаемся вверх. Делаем вдох. И в другую сторону наклон. Выдох. Ушли в наклон. Согнули ноги в коленях. И круглой спиной опускаемся вниз. Делаем вдох. И на выдохе круглой спиной за счет силы ног поднимаемся вверх. Самый последний. Поднимается голова. И теперь мы сделаем еще раз у Диана банку. Вдох. Руки вверх. Выдох. Полностью через рот. Руки на колени. Выдохнули. И делаем у Диана банку. Подбородок опускаем вниз. Замок вверх не тоже делаем. Расслабили живот. Со вдохом поднимаемся вверх. Если вам хочется покашлять, очень часто бывает, что хочется покашлять, вы кашляете. Это тоже очистительный эффект. Это очень благоприятно и хорошо. Еще раз. Делаем вдох. Руки вверх. Это уже упражнение выполним. Выдох. Наклон. И круглой спиной уходим в наклон. Опустили. Сделали вдох. Выдох. Отталкиваясь ногами от пола, круглой спиной поднимаемся вверх. Поднялись. Грудь раскрыли. Выпрямились. Вдох. Руки вверх. Выдох. 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 Наклон в другую сторону. И разогревается все тело. Очень мягкое и спокойное. Нам нужно сделать мула-банку, лицо расслабить. Только здесь мы подтянули все. Все остальное расслаблено. Но при этом мы чувствуем опору в ногах. Всегда внутренним импульсом мы задаем направление от ног. То есть мы вытягиваемся вверх, как будто бы отталкиваемся ногами от пола. Нам нужно преодолевать этот закон гравитации, который нас тянет вниз. Нас постоянно тянет вниз. А нам нужно преодолевать эту силу притяжения и возвышаться вверх. Йога способствует возвышению нашего сознания. Поэтому мы и занимаемся. Плюс еще к этому добавляется то, что у нас получается здоровье, получается качество жизни и вообще много факторов происходит, что говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Если у вас становится что-то чуточку лучше в жизни, когда вы начинаете заниматься, хотя бы иногда, и хотя бы по 20 минут, и хотя бы вот так вот в прямых эфирах, и вы уже можете ощущать какие-то изменения благоприятные, значит, если вы это чувствуете, значит, вы идете в верном направлении, продолжайте, продолжайте заниматься в своем темпе, в своем ритме. Как получается на данный момент, но всегда старайтесь, старайтесь сделать максимум, что вы можете из данной ситуации. Итак, мы делаем вдох, руки вверх, поднимаемся на носочки, выдох, выдох, уходим в наклон, сгибаем ноги, округляем спину, опускаемся вниз, вдох, выдох, круглой спиной, поднимаемся вверх. Вдох, руки вверх, выдох, наклон в другую сторону, как мы уже выполняли здесь, сгибаем ноги в коленях, округляем спину, в мягкий наклон уходим, вдох, выдох, отталкиваясь ногами от пола, мы поднимаемся круглой спиной вверх. Здесь развернули плечи назад и вниз, грудь раскрыли, и вот у нас снова положение тадасаны. Здесь мы чувствуем свои стопы, коленки подтянули, живот, ягодицы подтянули, грудь раскрыта и расслаблена, плечи свободно стекают вниз, задняя поверхность шеи выпрямлена, чувствуем точку на макушке, и от стоп до макушки мы чувствуем вытяжение. Сделаем еще раз у Диана банку, делаем вдох, руки вверх, выдох полностью. Задержка на задержке втягивает живот. Мышцы промежности втягиваем, подбородок опустили к груди. Расслабили живот, поднимаемся медленно. Когда мы поднялись, спокойно сделали вдох и спокойно сделали выдох. И еще раз, спокойно сделали глубокий вдох, и спокойно сделали выдох. Теперь мы сделаем скруточку небольшую, ставим стопы параллельно друг к другу. Делаем вдох, вытянули сверху, выдох, уходим в наклон параллельно полу. Ноги согнуты, спина ровная, замок рук за спиной сделали, оттянули замочек вверх. Опускаемся в наклон, замочек вверх. И теперь, посмотрите, пожалуйста, вот мы стоим, стопы параллельно друг к другу, ноги согнуты. Правое плечо опускаем на правое колено, левую ногу выпрямляем, делаем скрутку, переводим взгляд вверх, чувствуем, как раскрываются плечевые суставы, делаем вдох. С выдохом мягко возвращаемся в исходное положение, ноги две согнуты в колене. И теперь другая сторона. Левая нога согнута, левое плечо на левое колено, правая нога выпрямляется, разворачиваем взгляд вверх. Дышим, вдох и выдох. И теперь мы возвращаемся вниз, расцепите замок, опускаем руки вниз и круглой спиной поднимаемся медленно вверх. Поднялись, самый последний поднимается голова, снова вдох, руки вверх. Выдох, ноги согнули через прямой угол, уходим в наклон, колени согнуты. Опускаем руки на пол, колени согните так, чтобы дотянуться до пола. Посмотрите, правая рука на полу, правое колено согнуто. Левую ногу начинаем выпрямлять. И смотрите, левая рука у нас снизу вверх. Мы правой рукой опорно отталкиваемся от пола, стоим на жестких пальцах. И разворачиваем грудь вверх, поднимаем руку вверх и дышим. Подтяните живот. Дышим. Правая рука опорная, правое колено согнуто. Левая нога прямая, левая рука вытянута вверх. Взгляд вверх, дышим спокойно, лицо расслаблено. Делаем вдох, выдох, опускаем руку вниз. Теперь левую руку ставим на середину, левое колено сгибаем. Правая рука разворачивается вверх, правая рука внизу. И снизу вверх мы ее разворачиваем, поднимаем вверх. Отталкиваясь опорной рукой, левая рука на полу, она опорная, стоит на жестких пальцах. И отталкиваясь ею от пола, мы разворачиваем корпус вверх. Поднимаем правую руку вверх, взгляд вверх, дышим. Живот подтяните. Дышим. Вдох. И с выдохом мягко опускаем руку вниз. Согните ноги в коленях. Круглой спиной мы поднимаемся вверх. Соединяем стопы вместе. Большие пальцы ног вместе, пятки в стороны. Подтягиваем колени, живот, ягодицы. Круговыми движениями уводим плечи назад и вниз. Сделайте замочек рук, чтобы лучше раскрыть грудную клетку. Лицо мягкое, спокойное. Тадасана. Мы сейчас разворачиваем ладони вперед. Закройте глаза. И сконцентрируйтесь на своих внутренних ощущениях. Глаза закрыты. Все внимание внутри. Осознайте все изменения после практики. Своих ощущений в теле. И теперь мы открываем глаза. Соединяем ладони вместе перед грудью. И мысленно поблагодарим друг друга за практику. На этом наше занятие закончено. Делитесь, пожалуйста, своими ощущениями после практики. Я, как и всегда, жду ваших отзывов и комментариев. До скорой встречи. Намасте.